По традиции в День памяти и скорби прошла всероссийская акция «Свеча памяти». В Черкесске в Парке Победы собрались представители власти, правоохранительных органов, общественных и образовательных организаций республики. Подробности у Али Баташева. Вечный огонь и множество зажженных свечей в руках. Портреты солдат и офицеров, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом за мирное небо над головой. В этот вечер на мемориале вечной славы множество людей. Их объединяет память о начале войны, длившейся 1418 дней и ночей, и унесшей около 27 миллионов жизней. Мы зажигаем свечи и склоняем свои головы перед самоотверженностью военного поколения. И наш долг хранить память об этом подвиге, говорили выступающие. Мы чтим тех, кто не вернулся с полей сражений, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Мы отдаем память тем, кто был замучен в концлагерях, кто навсегда остался в Ленинграде, кто погиб от ран в госпиталях. Мы гордимся мужеством, героизмом и стойкостью солдат и офицеров, самоотверженностью тружеников тыла, женщин, стариков и детей. Я желаю вам, чтобы вы жили под мирным небом, чтобы вы всегда помнили о тех, кому мы обязаны сегодняшним мирным днем. Пусть в вашей жизни всегда будет мир и счастье. Память погибших почтили минутой молчания. Свечу в память о своем прадеде, участнике Великой Отечественной войны, Умаре Махове и других героях фронта и тыла зажгла Софья Кирейтова. Многие родственники рассказывали, у которых и прабабушки рассказывали, как это было тяжело. Мы шли недавно к ветеранше, который уже не стало. Она нам тоже раньше рассказывала, как они собирали хлопок сами. Поэтому это все очень трагично и не нужно это забывать. Многие ветераны Великой Отечественной уходят, но память об их подвиге продолжает жить. Зажженные свечи и множество цветов у Мемориала Вечной Славы – еще одно напоминание о Великой Отечественной войне и подвиге советского народа. Алиб Аташев, Алиб Астанов, Вести Крачаева, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова